Всем привет! Перед видео я сделаю маленькое оповещение. В эту субботу, наверное, часа в три будет стрим, в котором я буду проходить дополнение Крошкотина штурмует обитель дракона. И я постараюсь получить грогоствол, так как довольно-таки много людей попросили сделать меня по нему гайд. Всем еще раз привет! Довольно-таки странное начало, я такого никогда не делал. Но я думаю, не имеет смысла вставлять видео, то как идти до Капитана Флинта. Уж это-то точно все знают. Ох, вы б знали, как я намучился со своими клешнями, убивая Флинта на восьмом оверпауере. Вот сейчас бы мне помощь углепластикового точно пригодилась. Ну все, хватит уже про Флинта. Сегодняшний наш пациент это уникальный пистолет Тиндербокс, который в русской версии называется Пороховой Бочонок. В проценты я не углублялся, но мне кажется, что шанс того, что с Флинта выпадет Пороховой Бочонок, почти 100%. Особый эффект на оружие гласится, идет для растопки. Он означает то, что Пороховой Бочонок всегда имеет огненный стихийный эффект. У него высокая вероятность временного стихийного урона, а его пули летят по слабой параболической дуге. Есть еще один довольно интересный способ получить этот ствол. Если вы в локации Тундры Экспресс, и у вас есть квест «Успеть к поезду», это оружие будет всегда появляться на месте отстрелянной головы снеговика, который находится около станции перемещения в этой локации. Еще один раз это оружие можно использовать во время прохождения квеста «Война кланов с Добрым Утром», но после окончания квеста у вас заберут этот ствол. Этот пистолет хорошо использовать против скаков и кочевников, так как огненный взрыв будет наносить урон сквозь броню. Также его можно использовать против любых врагов, уязвимых к огню и не имеющих щитов. А теперь лично мое мнение об этом стволе. На первых порах игры, когда вы проходите ее в первый раз, этот ствол довольно-таки хорош, имеет высокий шанс поджога, хорошо бьет стихийным уроном. Ну, например, на восьмом оверпауэре, на котором в данный момент нахожусь я, он довольно-таки бесполезен. Максимум он может убивать психов и карликов, и то, у которых нет щита. Но я думаю, я рассказал вам всю информацию, которую я мог бы преподнести. Если вы увидите это видео еще раз на канале, не волнуйтесь, это перезалив, так как это видео могут забанить из-за катсцены, которая была в начале видео. А так, всем спасибо за просмотр, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, советуйте канал друзьям, если вы впервые тут подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok